Это вот сегодня ветер видно. Когда ветер вообще, и даже туда коробки, пакеты и всё. Любовь Морозова жалуется на некачественную работу регионального оператора. Женщина живёт во втором северном микрорайоне. Мусорная площадка находится прямо под её окном. И ежедневно ей приходится собирать мусор, который раздувает ветром. А ведь совсем недавно они вместе с другими собственниками облагородили территорию. Высадили здесь молодые деревья. И под окошко поставили, мы посадили саженцы, там всё это, мусор видите. А как это ветер вообще, в некоторых раз невыносимо. Хоть сам убирайся. Скажите, а вот хотя бы возят? Ну возят это, ну вот этот раз вывозили, а это в некоторых раз по две недели не увозят. Такую картину можно увидеть практически в каждом районе города, на каждой мусорной площадке. Контейнеры пустые, а всё вокруг завалено крупногабаритом, который не ввозят неделями. Буквально в нескольких шагах от многоэтажки Любови Морозова очередная свалка. Звонки и обращения в представительство регионального оператора в Канске не приносят никакого результата, жалуются горожане. У нас постоянно мусор не вывозится. То есть, естественно, постоянно вывозятся только баки и всё. А мусор вот этот вот большой, он постоянно лежит у нас. Как бы уже месяц его никто не вывозит. Приехали, погрузили одну машину и всё, и остатки лежат уже. Звоним каждый день, они говорят, всё, заявки составлены, а толку никакого. Накануне в администрации Каннска состоялось совещание, на котором и обсудили проблему. По мнению многих собравшихся, схема вывоза мусора не продумана. Финал какой? Вы похоронили это всё. То, к чему мы стремились. Мы много лет работали над тем, чтобы в частном секторе были установлены контейнера. Вы пошли по-другому, вас это не устраивает. Почему? Люди, уже огромное количество людей, которые приобрели контейнера за свои собственные деньги и средства. Они готовы цивилизованно складывать отходы. Кажется, мусорная реформа недовольны все вокруг. Её противники даже создали инициативную группу и требуют начать выполнять работу, за которую рекоператор ежемесячно берёт деньги с каждого жителя города и района. Собрано чисто, наверное, чистой прибыли порядка 30 миллионов за полгода операторам. Что изменилось? Появились новые контейнера? Нет. Появились новые контейнерные площадки? Нет. Всё как было, так осадилось. На полигоне, может, что-то изменилось? Ну, депутаты хотят сейчас съездить на полигон, говорят, что там уже некуда сыпать. Ничего же не изменилось в плане чистоты, в плане порядка. Региональному оператору предложили пересмотреть свой график работы, а именно после вывоза отходов из контейнеров сразу же подчищать площадки, чтобы у горожан не было желания кинуть пакет с мусором рядом. Впрочем, просьбу озвучили в никуда, потому что самого представителя рекоператора на данном совещании не было. Однако позитивные изменения ожидаются благодаря установке дополнительных контейнеров. 31 площадка будет оборудована. Деньги выделили из краевого бюджета. Всего это порядка 6 миллионов рублей. Татьяна Менкова, Александр Миниев, телекомпания «Канск», Пятый канал.